В данный момент с вашей карты происходит списание средств. Вы в курсе? Такой вопрос прозвучал в трубке с неизвестного номера. Напугав, неизвестный голос предложил помощь. Уже после выяснилось, что на том конце провода были мошенники. Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Беларскому району поступило заявление от 58-летней жительницы нашего города о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия. В результате мошеннических действий женщине был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 135 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками следственных подразделений проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. И возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159. Мошенничество совершено в значительном размере. Потерпевшая рассказала, что ей на мобильный позвонила неизвестная девушка и представила сотрудникам банка. Она сообщила, что с банковской карты происходит списание денежных средств. Чтобы прекратить это, карточку нужно заблокировать, для чего необходимо назвать номер и код на оборотной стороне. Заявительница ответила, что сначала сходит в банк и уточнит, но на другом конце провода ее убедили, что проблема не терпит отлагательств. Собеседница пострадавшей настаивала, чтобы разговор не прерывался, иначе с карты пропадут все деньги. С телефоном в руке женщина пришла к банкомату и совершила все подсказанные злоумышленницы действия. В итоге деньги с карты пропали. Это далеко не первый подобный случай. В прошлом году в Беларусской полиции было зарегистрировано более 30 фактов мошенничеств с использованием мобильного телефона. Общая сумма ущерба, причиненная жителям нашего района, составила более 500 тысяч рублей. В округе подобных фактов за год было зарегистрировано порядка 900. Более тысячи преступлений совершены с использованием интернета. Валентина Иванова, Дмитрий Слепенков. Время новостей. Белоярский. Валентина Иванова, Дмитрий Слепенков.